Итак, всем добрый день. Меня зовут Татьяна Антоненко. Сегодня я расскажу вам про кейс внедрения UDS платформы как систему лояльности в сеть студии Абрикосик, в сеть эстетики тела Абрикосик. Наша сеть, я являюсь совладельцей, наша сеть занимается направлением коррекции фигуры, это LPG массаж в основном. И мы располагаемся в действующих салонах красоты, мы арендуем там кабинеты, и у нас вся работа происходит удаленно. У нас работает группа удаленных администраторов, колл-центр, работа вся состоит в чатах, в переписках, и на местах сотрудники самостоятельно полностью принимают, обслуживают клиента, работают с кассовой дисциплиной, CRM-системой, введение записи и так далее. На сегодняшний момент у нас 12 филиалов в Москве, 7 филиалов из них UDS. Мы продаем абонементы на 8, 15, 22, 28 тысяч рублей. Значит, в чем наша основная задача и откуда мы привлекаем трафик клиентов? Основной трафик клиентов – это инстаграм-реклама, то есть это лидогенерация с оффером на предмет «Приди, получи разовую процедуру с 50% скидкой». И лидогенерация как основной инструмент рекламного трафика, стоимость лида у нас выходит на сегодняшний момент в 1054 рубля. И наша цель – привести вот этого клиента на первичную процедуру и, естественно, конвертировать этого клиента в продажу абонемента. Если клиент такой не приходит, то у нас в этом случае существуют риски. И рекламный бюджет наших рекламных компаний составляет более полутора миллионов рублей. Основные боли нашего бизнеса – первичный клиент бывает в минус, если он не пришел или он не купил абонемент, то конечная стоимость клиента у нас становится выше. Частые блокировки рекламных аккаунтов Facebook, потому что мы позволяем себе большой рекламный охват, и Facebook в последнее время это перестало нравиться. Плюс постоянно дорожающая реклама. Также мы выявили такой тренд, как постепенное выгорание аудитории. То есть по локации, когда мы делаем таргетированную рекламу, один и тот же клиент может видеть до 100 тысяч раз наши показы. Соответственно, у него блокируется восприятие, и он нас уже просто не видит. Доходимость клиентов меньше 50% и конечная стоимость, я уже сказала, больше 2000 рублей. Какие цели мы для себя с партнерами ставили на новый 2020 год? Значит, естественно, мысль основная это сократить трафик Instagram, таким образом снизив расходы на рекламу. Также, имея такую большую клиентскую базу, которая у нас есть, которая наработана нашими лидами, так скажем, да, с ней нужно найти способ взаимодействия, с ней нужно найти возможность проработать и допродать этим людям дополнительно услуг. Соответственно, как цель в будущем, да, продавать одним и тем же клиентам в одни руки больше абонементов и больше услуг. Также, естественно, запуск сарафанного радио хотелось бы нам осуществить, сделать абсолютно всех клиентов постоянными, потому что я предложила изменение концепции, да, это не просто худей, да, это именно лайфстайл. На сегодняшний момент очень актуальны всевозможные фитнес-нагрузки, да, велнос и так далее. И я считаю, что абсолютно нормальным ухаживать за своим телом и на постоянной основе. Это могут быть регулярно, да, через раз и LPG массажи, и прессотерапии, и обертывания антицелитные. То есть за своим телом нужно также ухаживать постоянно, поэтому тренд, который я сейчас хочу внести в нашу сеть, это лайфстайл. Также одной из главных задач это выйти на площадку онлайн, запустить онлайн-продажи. И нас, естественно, волнует сегодня современная прямая коммуникация с клиентом, желательно бесплатно, потому что смс-трафик у нас сегодня по сети, да, как бы, который работает как напоминание записи, как регистрация записи, там, и так далее, да, как бы она тоже имеет расходную часть. И, конечно же, очень хотелось бы добавлять все новые услуги, которые мы вводим постепенно, да, по уходу за телом без дополнительных затрат на рекламу. С чем я столкнулась в диалоге со своими партнерами? То есть у нас появились некоторые разногласия сопротивления на предмет внедрения в систему лояльности. То есть система лояльности подразумевает, что это дополнительные скидки на покупку абонементов. В чем же, ну, был страх? Страх состоял в том, что абонемент, который мы предлагаем нашим клиентам, он уже содержит в себе скидку. Соответственно, еще больше скидок, да, на абонементы было непонятно вообще, как мы можем прочитать экономику эту, как мы можем прочитать маржинальность. Потому что система лояльности предполагала, в общем-то, очень интересные настройки, и я дальше расскажу о них, откуда появились страхи, вы поймете. Плюс страх дополнительной нагрузки на сотрудников. Выше я сказала, что у нас сотрудники абсолютно самостоятельные единицы в кабинетах по всей Москве. Они находятся наедине с кассами, со своими телефонами, с клиентами, с кучей договоров, информационных соглашений и так далее, которые они проводят, ну, заполняют с клиентами. Вечерние отчеты они заполняют. И нам, ну, моим партнерам в том числе, да, как бы казалось, что мы просто не можем внедрять систему лояльности и дополнительно нагружать наших сотрудников еще одной работой в CRM-системе. Вот именно в этот момент я привлекла для дополнительных консультаций своего коллегу и партнера по бизнесу UDS Валерия Ольшанского. И чуть позже он присоединится и расскажет уже по цифрам, которым нам удалось добиться. Итак, были приняты сильные решения. Я сегодня этому очень рада. Мы создали систему лояльности, которая просто вообще рушит все стереотипы. Да, как бы мы позволили себе сделать настройки и скидку баллами до 50% и с классным рекламным слоганом, который звучит, как «Хочешь ходить к нам в два раза дешевле». Приветственные бонусы, тысяча бонусных баллов, кэшбэк до 20% и скидка. И за друга у нас, да, по реферальной программе для розжига сарафанного радио 10% кэшбэк на постоянной основе. Это более чем вообще привлекательная программа лояльности, которая в принципе и дала нам сегодня результаты. Так вот выглядит наше мобильное приложение. Здесь не буду особо заостряться, но в моменте, буквально на следующий день после принятия решения, у нас появилась та самая онлайн-платформа для продажи абонементов. Здесь, прямо здесь и сейчас, для тех клиентов, которые видят наш рекламный аккаунт, которые видят предложения от нас. Их ничего уже не, так скажем, им ничего уже не препятствует для того, чтобы сделать покупку прямо сразу в три касания в нашем мобильном приложении. Это один из главных трендов. Что мы сделали? Значит, ситуация по внедрению заключалась в том, что контроль работы персонала, он практически невозможен. То есть на месте находится сотрудник сам с собой, наедине, мы все удаленно работаем друг от друга. Соответственно, самым главным стартом для этого это были групповые обучения всех сотрудников, потом это было проведение нескольких подряд аттестаций на понимание процесса. Естественно, мы забрендировали приложение в репликаторе UDS. И основным инструментом для того, чтобы была вовлеченность среди сотрудников, это было проведено несколько конкурсов подряд. И один из главных конкурсов, который нам дал огромный результат, это конкурс на количество и качество оценок и отзывов. Мы создали отдельный чат, в который каждый день задача у мастеров была следующая. То есть максимальное количество получения отзывов по обратной связи или оценок. То есть для этого нужно было каждый раз после оплаты просить клиента оставить оценку качества обслуживания. Таким образом, мы получали огромное количество оценок, в том числе и отзывов. Красивые оды писали наши клиенты. Да, оказывается, все это возможно. И мы подбадривали весь коллектив, всю команду, каждый раз делая скрины, отправляя в этот чат. И цель конкурса была это максимальное вовлечение в использование приложения клиентами, чтобы клиенты поняли, где находятся какие заветные кнопочки, как это работает. И каждый раз, когда клиенты отправляли нам обратную связь, мы всегда делали им ответы. И также получение чаевых сотрудников. Как результат, то есть он не заставил себя долго ждать, что еще больше вовлекло потом наших сотрудников просьбу. Теперь это работает вообще абсолютно автоматизировано. Не нужны никакие конкурсы, вообще ничего не надо. Сегодня сотрудники сами каждый раз просят поставить оценку качества обслуживания, потому что они знают, что вот там за этим самым просто скриптом, совсем очень простым, кроются вот такие вот суммы. То есть клиент в момент, когда он получает запрос на оценку качества обслуживания, у него появляется еще кнопочка «Оставить сечевые сотруднику». Вот, великолепный инструмент. И очень рекомендую предпринимателям дополнительно стимулировать своих сотрудников при помощи вот данного инструмента. Также, что у нас на сегодняшний момент. На сегодняшний момент выдано 2017 бонусных карт. Скидка баллами не более 3%. Это к тому моменту, что в настройках системы лояльности у нас указана 50% скидка, возможность 50% скидки при нужном количестве баллов. Но фактически скидка составила всего 3%. То есть страх не такой уж страшный на предмет того, что было возражение среди моих партнеров, что мы не можем себе позволить при нашей маржинальности давать еще дополнительные скидки на абонементы. Средний чек у клиентов без UDS был около 4,5 тысячи рублей. Средний чек у клиентов с платформы UDS, то есть система лояльности, вырос до 6, почти с половиной тысяч рублей. Мы видим сегодня результаты онлайн-продаж. Мы видим снижение трафика Instagram до 40%. Увеличение количества продаж одному клиенту – это тоже есть в гистограмме. Дальше мы посмотрим, разберем. И клиенты по рекомендациям сегодня на 162 тысячи рублей. Значит, вовлекать персонал не так уж страшно. Система UDS подразумевает еще мобильное приложение для сотрудников. Обожаю эту историю. Почему? Потому что в режиме реального времени каждый сотрудник в своем мобильном приложении может видеть свою эффективность. Он может понимать план выполнения своего KPI и так далее, и так далее. То есть то, что раньше они держать могли как будто бы в голове, сегодня им не приходится держать в голове, они могут заглянуть и увидеть, каких действий им не хватает сделать для того, чтобы сделать свой KPI. И, значит, теперь мы знаем наш KPI или быстрее, выше, сильнее. Я это к чему? К тому, что на второй момент внедрения мы запустили как раз-таки вот этот вот, настроили KPI и сделали личный план на выручку вместе с каждому сотруднику. И у нас пошел соревновательный процесс. Стал пробуждаться внутренний лидер каждого сотрудника. У нас появилась прозрачная система рейтингов. Опять же, здесь тоже были проведены конкурсы с призами. Мы выставляли постоянно, кто у нас в первых рядах. И вот этот вот слоган «Мой результат может быть лучше», теперь день ото дня мы оттачиваем свое мастерство. И что мы видим, да, как бы при запуске системы на второй месяц вот у нас были лидеры Нины и Вика, да, я говорю сейчас, ну, в частности, да, там об одной, о двух студиях, да, как бы вот четыре мастера за пример взяла. Нина и Вика на старте у нас молодцы. Продолжаем, да, как бы наш марафон выручки, да, личный план выручки на декабрь, на третий месяц внедрения. Нина убежала, потому что в предыдущем месяце Нине очень не нравилось, что ей в спину дышит Вика. Мы просто проговаривали и смеялись по этому поводу, потому что Нина говорит, нет, и я не дам меня обогнать. Вот, в общем-то, она и сдержала слово. Вот здесь вот мы видим, здесь большой очень разрыв. А дальше был корпоративный вечер. На корпоративном вечере было запланировано мероприятие по признанию лидеров, по подаркам, призам, в общем, лучшие слова для лучших, шампанское, танцы, тосты и так далее, и так далее. Вот, и, естественно, вручение кубков. Вот, вручение кубков трем лучшим сотрудникам по итогам работы за три месяца как раз-таки на платформе UDS, которая нам помогла и выявить лучших, и заставить их быть лучшими, так скажем, потому что именно вот этот внутренний лидер, который у них родился, он дал им каждому результаты. И что же мы видим? Когда та самая девушка по имени Юстина и Елена были на последних позициях, а Юстина, в частности, вообще на последней позиции. Мы открываем январь и видим, что люди переварили, прожили, переспали с этой новостью, и теперь Юстина и Елена у меня находятся в лидерах. И я очень рада тому, что у меня есть такая элементарная система мотивации сотрудников. Также вот по поводу обратной связи. На момент проведения конкурса, когда девочки просили у них оставить качество обслуживания, оценку, многие клиенты, очень многие клиенты писали не просто, не просто ставили качество, знак качества, там пять звездочек, они писали еще вот такие вот шикарные теплые отзывы. И теперь мы просто завалены информационным поводом, который мы теперь с удовольствием выкладываем в Инстаграм, в сторисы, в посты и так далее. Это честные отзывы абсолютно. И также мы эти скрины, я уже говорила, бросали в чат сотрудникам, что поддерживало вот этот вот огонек, и каждый мастер радовался, слушал, читал про себя вот эти отзывы, другие смотрели друг на друга, и таким образом у нас постоянно как снежный ком росла эта мотивация. Еще мы испробовали такой инструмент, как кросс-маркетинг, как UDS, так как UDS является автоматизированной площадкой для кросс-маркетинга, мы в декабре месяце объявили нашим клиентам, что у нас абонементы покупать еще и выгодно, потому что при приобретении абонементов они получают подарочные сертификаты на 12,5 тысяч рублей от наших партнеров. Это студия лазерных эпиляций, дом моды Александра Саджо. Целевая аудитория женщины, прекрасный инструмент, обратная связь от мастеров продавать стало проще, вопросы клиенту задают, а что, а как. Естественно, это является вау-эффектом, то есть предлагаю это тоже использовать, и я планирую это использовать на постоянной основе, меняя время от времени наших партнеров. Серафанное радио видно по графику, каким образом шквальнообразно практически выросли рекомендации, будем замерять и дальше, будем смотреть. И тот самый прямой инструмент коммуникации на онлайн-платформе – это подарочные сертификаты. В декабре месяце я провела анализ и увидела, что где-то около тысячи человек у нас уснули просто полтора-два месяца, они не появляются в нашем бизнесе, и я решила выдать им подарочные сертификаты на тысячу рублей. Система мне по статистике показала, что на 228 тысяч рублей эти клиенты к нам пришли и обслужились. То есть инструмент рабочий, классная штука, и постоянно рекомендую этим пользоваться. И на десерт про цифры. Про одну из целей я уже говорила, это сокращение за трасс на рекламу, и для детальной аналитики я обратилась как раз к своему партнеру по UDS, потому что он бог просто цифр. И сейчас он как раз-таки детально расскажет про вот эти результаты, потому что аналитику делал именно он. Валера? Да, Таня, спасибо огромное за представление. Вот, и результаты, конечно, потрясающие, они достигнуты благодаря полной вовлеченности Татьяны как собственника бизнеса, ну и, безусловно, тем действиям, как эксперта по внедрению программы лояльности. Ну, перейдем тогда к цифрам, соответственно. Таня, нажми, пожалуйста, на следующий слайд. Ты включала. Я поговорю непосредственно о цифрах. Если помните, изначально Татьяна говорила о том, как выстроена бизнес-модель сети студии Абрикосики. Основной их профит был на привлечение клиентов. То есть постоянно гнался очень существенный трафик клиентов через Инстаграм, и лидогенерация обходилась очень дорого. То есть стоимость одного лида из месяца в месяц росла, и на начальном этапе нашего сотрудничества и взаимодействия стоимость, то есть каждый новый клиент, его первичный визит, он обходился для бизнеса в минус. То есть минус 1054 рубля. То есть первичный визит там за тысячу, плюс стоимость лида, зарплата мастера и так далее. То бишь большое количество клиентов пришло, и бизнес сразу должен заплатить деньги за эти лиды. В чем был профит? Бизнес-модель, она, безусловно, рентабельная. Была определенная конверсия продаж в абонемент, и, соответственно, надеялись на повторные визиты и возвратность клиентов. На этой инфографике отображено количество лидов платных по месяцам по каждому филиалу в отдельности. Абсолютно в каждом филиале мы можем наблюдать динамику снижения платной лидогенерации. Тань, покажи следующий, пожалуйста, слайд. Сейчас поговорим чуть более подробнее о цифрах. Что мы получили за три месяца? Мы сейчас сопоставляем две цифры. Это соотношение количества платных лидов к общей выручке сети абрикосиков. Что мы видим? Стоимость трат, стоимость дохода с одного клиента, она из месяца в месяц растет. То есть количество лидов снижается, соответственно, сеть студии экономит на самой лидогенерации, и эти клиенты начинают еще каким-то образом больше денег в бизнес приносить. То есть непосредственно внедрение программы лояльности и те бонусные баллы, которые мы даем, повлияли на увеличение. Первое, конверсии, продаж, абонементы. Это ключевой профит в этом бизнесе. Плюс мы также получили существенный рост повторных покупок. Об этом будет следующий слайд про LTV. И также, нет, Таня, вернись, пожалуйста, обратно, я скажу. Соответственно, и таким же образом мы еще стали получать абсолютно бесплатные лиды с самой платформы UDS и от клиентов по рекомендациям. Давайте теперь следующий слайд. Для тех, кто любит цифры, а это для предпринимателя, я считаю, бесценно, здесь есть подробный расчет и аналитика того профита, который был получен. Благодаря увеличению этих показателей в ноябре по отношению к октябрю мы выросли на 27%, в декабре по отношению к октябрю мы выросли на 57%. Обратите внимание, всего лишь за три месяца благодаря увеличенной конверсии в дополнительные продажи мы заработали дополнительно практически 2 миллиона рублей. А благодаря чему? То есть изначально в салоне 1000 рублей всегда срабатывалось в минус, сейчас этот маркетинговый бюджет перенаправлен на клиента. Ту бонусную программу, которую разработали, мы ее адаптировали под действующую бизнес-модель, дабы не уйти в минус. Соответственно, и эту 1000 рублей мы просто отдали клиенту вместо рекламодателей. И когда клиент, получив первое посещение, имеет у себя на счету еще 1000 бонусных баллов, безусловно, он ищет, на что можно потратить эти бонусные баллы и таким образом приобретает доп. товар, приходят второй раз, либо же покупают абонементы. Давай, Таня, следующий слайд тогда. Также одним из ключевых показателей эффективности бизнеса, качества бизнеса, это является LTV, то есть это количество покупок одним клиентам в бизнесе. Срок жизни. Мы все знаем, кто любит айфоны, начиная с первого по последнюю модель, вот наш LTV, он колоссальнейший. Вот также в сети студии Абрикосика мы существенно улучшили этот показатель благодаря наличию бонусных баллов у клиентов, ну и, конечно же, качеству работы сотрудников. Здесь мы с вами на инфографике видим, что ранее, то есть был определенный пилотный период, когда UDS использовался в бизнесе просто в качестве оцифровки, да, текущих показателей, и мы видим, что до внедрения UDS в сети студии Абрикосики 68% клиентов приходили всего лишь один раз. То есть их визит для бизнеса обходился в минус, и они больше не возвращались, они не покупали абонементы, они не приходили на повторные покупки и так далее. По факту внедрения UDS, количество клиентов, которые совершали всего лишь одну покупку, снизилось на 10%. И вот эти 10% клиентов, они размазались в следующих графиках, то есть они совершили 2, 3 или более покупок. Тань, включи, пожалуйста, следующий слайд, там более конкретные цифры. Снова же для тех, кто очень любит цифры. Здесь мы разделили как раз вот этот объем клиентов, разница в процентах, по клиентам, которые совершили 2, 3, 4, 5 или более покупок. Нехитрыми математическими посчетами мы поняли, что благодаря внедрению программы лояльности мы получили 189,5 дополнительных продаж, 189 дополнительных покупок. Представляете, при среднем чеке в бизнесе 5665 рублей. Чуть ранее Татьяна говорила о том, что есть средний чек клиентов с UDS и без UDS. Я вам сейчас говорю о цифре общей, то есть со всего объема клиентов тот чек, который имеется. И благодаря этому дополнительно бизнес получил объем денег 1 миллион 73 тысячи рублей. Таня, следующий слайд. У нас уже тайминг, соответственно, если посчитать итоговый профит, благодаря некоторым действиям, да, самой по себе бонусной программе, благодаря качественному вовлечению в процесс сотрудников и собственников бизнеса, был получен профит за счет клиентов, которые пришли по рекомендации. Онлайн-продажа, экономия на лиды генерации, это сэкономленные деньги на тех лидах. Дополнительный оборот за счет увеличения LTV, коммуникация и тайный покупатель. Итоговый профит всего лишь за 3 месяца использования системы составил 2,5 миллиона рублей. Обратите внимание, эта цифра составляет 23% от общего оборота сети. На мой взгляд, это просто уникальный показатель, это прецедент. Татьяна, приглашаю себя обратно. Вот, вы огромные молодцы, с чем я вас и поздравляю. Вот, цифры я пояснил, соответственно, если есть у кого-то вопрос, можете задавать или Татьяна, продолжай тогда. Да, ну, а я еще раз хочу напомнить, что сеть Абрикосик – это уникальная сеть, потому что мы действительно очень круто работаем на рынке LPG-массажа. Мы делаем классные результаты, у нас авторские методики. У нас, помимо LPG, мы сейчас добавили еще ряд аппаратных процедур, обертывания, прессотерапии. Такие полезные для здоровья, на самом деле. Почитайте на нашем сайте, да, я приглашаю. И кто заинтересован, пожалуйста, возьмите нашу бонусную карту в Абрикосике, становитесь персиками. На этой бонусной карте тысяча бонусных баллов. Здесь можно сфотографировать наш инстаграм и также попасть к нам, подписаться. Вот здесь тут же указаны мои контакты, наш сайт и так далее. Спасибо всем большое за внимание. До свидания.